В Омске в первый двунадесятый праздник в новом церковном году, День Рождества Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, митрополит омский Таврический Владимир с духовенством совершил божественную литургию в одноименном храме научно-производственного объединения «Мир». В этом году коллектив объединений отмечает свое десятилетие. Сотрудники предприятия принимают активное участие в жизни церкви. Подробнее расскажут наши коллеги. Праздничное всеночное бдение митрополит омский Таврический Владимир совершил в Кафедральном соборе успение Пресвятой Богородицы. Утром его высокопресвященство торжественно встречали сотрудники научно-производственного объединения «Мир». Не случайно первый праздник после церковного новолетия – Рождество Пресвятой Богородицы. Именно ее чудесное появление у праведных родителей Иакима и Анны символически открывает новую христианскую эру. Долгое время супруги были бесплодны. За смирение и веру Господь вознаградил их дочерью, ставшей матерью самого Спасителя. Его вечным истинам стараются следовать и в Омском научно-производственном объединении «Мир», отметившем в этом году свое 30-летие. В связи с юбилеем президент Российской Федерации за большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и высокие производственные показатели вынес сотрудникам объединения благодарность. Та история, которая у нас есть в России, ее нельзя забывать. Есть такая мудрость, что если народ забывает свою историю, то историю он оказывает. Возможно, мы пример показываем. Недавно нам президент России, Путин наш, нам благодарность вынес. У нас большая честь, это как орден, потому что только одно предприятие и список. Это говорит о том, что нас видит руководство страны и благодарит. Предприятие, оно уникальное. Наш генеральный директор православный человек, он построил храм. Он говорит сотрудникам, приходите в храм, все открыто. Вы можете даже во время работы, когда здесь приходят великие праздники, у нас проходят службы, всех приглашают, желающие сотрудники, он может присутствовать. По окончании литургии митрополит Владимир с духовенствами верующими совершил крестный ход вокруг храма. А затем Владыка поздравил всех с престольным праздником и рассказал о рождении Пресвятой Богородицы. Сегодня родилась та, через которой было обещано Богом, что через нее придет спасение. Действительно, сегодня родилась наша Царица Небесная, наша Божья Матерь. Я хочу вас поздравить с этим славным праздником, с пришествием в мир спасения, мира человеческого. Потому что через нашу, за чистую Деву Марию, ушло спасение рода человеческого. Я вас от чистого сердца поздравляю с этим радостным, великим праздником. Пусть этот раз будет всегда в ваших сердцах, в наших мыслях, в наших поминаниях. И с праздником вас, дорогие мои. Рождество Пресвятой Богородицы стало знаком милости и любви Господа к роду человеческому, для спасения которого он принес в жертву своего сына, солнце правды и подателя вечной жизни.